Сегодня мы пригласили руководителей фракции парламентских и непарламентских партий, которые у нас представляет наша Перворайская городская дума. Рассматривали мы следующие вопросы о подготовке к совещанию, которое будет проходить у нас 22 числа по ставке земельного налога, на который будут приглашены руководители предприятий, финансовое управление, администрацию Перворайского городского округа, представители налоговых органов прокуратуры. Дальше мы рассматривали вопрос о подготовке к проведению внеочередного заседания думы, которое состоится 27 ноября на следующей неделе. Перед этим у нас будут стоять серьезные вопросы. Первый вопрос о формировании комитетов, второй вопрос у нас будет о выборах заместителей, третий вопрос о выборах депутатов на освобожденной основе и четвертый вопрос мы планируем вынести о ставке земельного налога. На сегодня мы с руководителями фракции обсуждали вопросы по формированию комитетов, каждый руководитель фракции представил аппарат Перворайской городской думы список депутатов, которые бы они хотели видеть, в каких комитетах бы депутаты от фракции работали. Сегодня мы предварительно переговорили, окончательное решение мы не приняли, запланировали собраться в четверг после совещания, которое будет расширено, и в четверг, я думаю, и окончательному нам еще может быть придется в пятницу, мы должны обсудить и сформировать комитеты, также предварительно выбрать председателей и заместителей комитетов. Идет конструктивный переговор, руководители фракции, председатели думают, мы прекрасно друг друга понимаем и понимаем ответственность, которая перед нами стоит, я думаю, что все вопросы мы на этой неделе решим, организационные. Николай Евгеньевич озвучил те позиции, о которых говорилось сегодня, должен сказать, что компромиссные решения находятся с чрезвычайным трудом, но тем не менее эта работа происходит. Прошло три недели и практически реальных каких-то шагов по сближению не произошло, то есть мы несколько раз собирались, обсуждаем и возвращаемся на точке опять начальной, то есть никаких сближений практически не происходит. Я единственное, можно это объяснить? В чем-то вперед, то очень медленно шагали. Николай Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, все-таки почему второе заседание, нынешняя дума, оно произойдет лишь на следующей неделе, то есть так поздно. Я просто почему спрашиваю, потому что произошло событие в начале ноября, которое связано с октябрьскими квитанциями, может, вам надо было как-то пораньше собраться, решить именно вопросы? Я по этому поводу депутатам рассказывал ситуацию, что 7 числа мы, я собирал представителей фракции, на которых мы обсуждали комитеты. Мы планировали, думаю, провести 22 числа. Значит, эти списки, этот протокол не был подписан всеми руководителями фракции, но тем не менее, значит, эти списки мы обсуждали. Глава Перворожского городского округа Юрий Олегович Перверзев и депутат законодательного собрания Ефим Моисеевич Гришпин. Мы согласились по составу комитетов и по заместителям. Буквально проходит 3 дня, мне предоставляют абсолютно другие списки. Я вынужден каждому депутату индивидуально направить письмо и определить срок до 22 числа, предоставить Перворожскую городскую думу непосредственно от фракции своеведения, в каком же комитете депутат будет работать. Изначально был вопрос о необходимости консолидации над решением этих вопросов всех фракций и найти компромиссное решение. Это еще было до первого состояния думы. Но не получилось первый раз. И сейчас идет, к сожалению, по тому же сценарию все пока развитие событий. То же самое по заместителям. Были одни договоренности, они меняются. В общем, люди переворачиваются. Буквально все свои слова забывают вчерашние. И мы не издвигаемся. По заместителям сегодня также мы предложили, ну уже сегодня Владимир Анастасович сказал, что появилось объединение город, куда вошли депутаты нескольких фракций. Сегодня их 9 человек всего. И это объединение город сделало свои предложения и по заместителям думы, и по членам комитетов, и по руководителям комитетов, и по заместителям. Все это было сделано уже два дня назад, передано в администрацию, значит, Пиральской городской думы. Что касается Марата Адисовича Софиулина, на сегодняшнем заседании фракции мы не обсуждали этот вопрос. Мы этот вопрос отложили на понедельник. Именно обсудить кандидатуры председателей комитетов, всех комитетов и заместителей председателя думы. Ну вот фракция, например, Единой России будет принимать решение по заместителям только в понедельник, опять же, за день, практически до заседания. И мы боимся, что мы опять, значит, не успеем опять согласовать и членов комитетов, и заместителей председателя думы. Каждый депутат, наверное, имеет какую-то, значит, ниточку, на которую можно, за которую дернуть. То есть, к сожалению, это не население влияет на своего депутата, а на депутатов влияют. Их руководители, значит, наверное, вышестоящие руководители партии, руководители области, может быть. Ну, то есть, к сожалению, депутаты меняют сегодня решение. Ну, двинить за этого, наверное, никого не надо, но все мы люди, и все мы, значит, наверное, имеем свои какие-то болевые точки.